Расскажи нам, пожалуйста, о себе и об этом замечательном месте, где планируется провести такой интересный, что самое главное, первый в России, а значит, не имевший до этого аналогов, курс. Как вы увидите из последующего видеофильма, эти места очень прекрасны, поэтому, когда мы сюда приехали первый раз, то есть мы увидели места и сказали, мы хотим здесь жить, вот, и создали проект вот «Эко-кэмп Долины Солнца», на территории которой будет проходить семинар. Вот. Единственное, что мы абсолютно не знали здешние почвы, здешние условия среды, ветра, то есть что, как сажать по посадкам, потому что мы приехали сами из Санкт-Петербурга, да, то есть городские жители, и все это было нам неведомо. Вот. И с помощью этого семинара я надеюсь узнать, как сажать, что сажать, что растет на этой почве, потому что хотелось бы создать как пермакультурное хозяйство, так и ландшафтный дизайн, чтобы был, чтобы было красиво и полезно для нашего проекта, для нас, чтобы были плодовые деревья, чтобы были красивые деревья. Вот. И я очень надеюсь, что с помощью этого курса мы все это узнаем, все изведаем, проверим почву, грунт и что здесь может расти наиболее благоприятно. А как ты думаешь, для других семинаров, которые в большом количестве здесь у вас проводятся, по духовным практикам и так далее, вот это преобразование территории, оно скажется положительным образом? На сто процентов, конечно. Красота, она есть красота. И природа, если она будет еще облагорожена человеком, вот и именно с помощью пермакультуры, то есть это, как сказать, гармоничное взаимодействие с природой, я думаю, это будет здорово, такое сочетание. Давайте проведем небольшую экскурсию по нашей базе и начнем с нашего гостевого дома, где будут располагаться наши гости во время семинаров. Отсюда открывается вид на нашу конюшню, где у нас стоят замечательные коники, готовые в любой момент вас покатать. Это занятие и для души и тела, благотворное воздействие на человека. Как их зовут? И у нас пока три коника, это Идальга, Хада и Добрыня, русский тяжелоос. О! Я сама всю жизнь мечтала о лошадях, и вот моя мечта сбылась. Собственно, конечно. Добро пожаловать в наш дом. Это наш первый этаж, он же каминный зал. Здесь проходят различные практики и по вечерам, либо как в плохую погоду, разжигается камин, остаются все на мягкие коврики. И здесь происходят некие действия. Либо лекции, либо рисование, либо пение. коврики. Много всего здесь уже было пройдено, еще много всего впереди. Есть у нас еще ванная комната, где люди умываются, чистят зубки. коврики. А теперь пройдемте на второй этаж. коврики. 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 Куда идем дальше? Коврики. 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 вздремнуть на них после после обеда или тяжелой работы вот еще один собакам тоже спит все дежурство да сейчас на всех смотрела потому что сегодня градусник показывает 32 градуса жарко эти замечательные просторы тоже принадлежат всем гостям 3 травы отсюда попадают прямо в чайник до каждое утро завариваем свежесорванную мяту тысячелистник и другие травы и пьем это с натуральным медом с местной пасеки остался еще один объект не менее любимый чем кухня коллеги и детская забава тоже для души качелька вы попробуйте на ней покататься с нами все поймете какие эмоции это у вас вызовет в юном месяце апреле в старом парке тает снег после того когда хорошо поедим можно хорошо и помыться это баня а есть еще один интересный объект это наш уазик наш малыш которые незаменимые в хозяйстве здесь потому что чтобы сюда добраться нужно проехать 9 километров по бездорожью вот и без него мы бы вообще ничего не смогли здесь сделать сюда бы не попали гости то есть только с помощью него этот проект попадает люди и мы сами и приводим продукты выглядит он так уже по-боевому многое прошел и много сделал самое большое в него вмещалось 13 человек за раз мы возили это было интересно а как же тут 14 мужик который с гармон на гармошке выложил это мы еще рекорд следующий раз будем побивать здесь у нас родниковый рычей который берет начало вот недалеко здесь по утрам мы здесь чистим зубки умываемся очень бодряющий холодненький очень бодряющий холодненький и светится вот эти вот свечки которые висят все поджигается так здесь у нас чайная который тоже проходят различные практики отдых гостей сюда тоже помещается до 25 человек здесь вы можете услышать вот такой замечательный звук ручья который успокаивает привносит гармонию можно взять в подушке полежать как вам спалось здесь неплохо хорошо проветривается и получаешь удовольствие от этого сна свежий воздух травами пахнет и стимуляция скажу неплохая вообще-то для организма весьма неплохая вот так тоже прекрасный вид на озеро и на шпрут и на природу в тот момент когда остальные люди парятся внизу в бане то есть здесь происходит чайпитие обсуждения, разговоры как захочется гостям это не впечатляет в бане в коррабах в админат в бане в бане в бане в бане в бане наша банька строил ее мой любимый полностью вырывал в земле скопал оттуда землю скальные породы камни поэтому мы и особенно гордимся освещение здесь с помощью свечек то есть она очень красивая помещается сюда до 10 человек одновременно с комфортом достаточно большая парная с травами с эфирными маслами да с пенечком запах настойный это просто сами жители долины солнца то есть мы растапливаем бане обязательно где-то два раза в неделю и паримся вот и во время процеду банной процедуры мы омываемся в этом замечательном горном ручье который таким водопадиком спускается это не передаваемое просто ощущение приезжайте сами в рамках маленького сюжета невозможно все описать если пойти по этой дорожке не знаем куда мы придем оставим то что за кадром конечно для исследователей я сама здесь живу и каждый день я пребываю в восторге от того где я нахожусь где я живу и каждый день благодарна себе что она мне подарила такое место для для житья вот нашему ребенку моему мужу и всем кто здесь живет ждем вас